Сербху Дмитрий Жариков отметил, что во многом благодаря вкладу промышленности, дохода, бюджета, в сравнении с первоначально утвержденным увеличены на 370 миллионов рублей дополнительные средства, пущенные на благоустройство города. Дорогие серпотвичи, я поздравляю вас с праздником 676-го годовщины с одной основания города. От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, мира и благополучия всеми. Желаю нашему городу динамичного развития. Пусть нашими общими усилиями серпиков процветают и хороши. Многое в городе сделано. Многое еще предстоит сделать. Я уверен, что объединив наши усилия, мы сможем сделать наш город красивым и благоустроенным. А жизнь горожан комфортно. С праздником вас! По традиции в день города проводится церемония вручения знака «Почетный гражданин города». В этом году высокое звание присвоено президенту Межрегионального общественного учреждения Института инженерной физики, заслуженному деятелю науки России, действительному члену Академии проблем национальной безопасности Академии военных наук профессору Алексею Царькову. Мне по долгую службу приходится часто ездить по многим городам России, в зарубежных бывают часто. И вот той исторической ценности, того сплоченного духа, той действительно патриотизма редко встретишь, как в нашем прекрасном интернетном городе. Праздничная крутили закрутилась в этот же день в парке «Питомник». Жители города традиционно ожидали развлечения, концертные номера студентов серпуховских самодеятельных коллективов, экзотического ансамбля из Перу, аттракционы, ярмарка. Особым подарком от природы стала прекрасная погода, настоящая бабье лето. Настроение серпуховичей было чудесным. Кажется, все были довольны и счастливы. Мы пришли, потому что тут из нашего колледжа выступают ребята, из губернского. Александр Иванович, привет! Очень все хорошо, красиво, все нравится. Хороший концерт, хорошие песни, да. Аттракционов много еще. Хорошие батуты. Концерт понравился, все аттракционы нравятся, я уже на всех побыла практически. Это день рождения нашего города, обязательно надо отмечать. Вот так проходил день первой празднования Дня города в Серпхове. Заряд оптимизма и хорошего настроения в этом году жители получили в тройном размере. Праздник в этом году отмечался целых три дня. Суббота подарила горожанам не меньше радости и незабываемых впечатлений. Второй день празднования Дня города Серпхов решил отметить по спортивному. На стадионе Труд с утра одновременно стартовали сразу три мероприятия для любителей активного отдыха. На большое поле отправились самые маленькие серпховичи, у них соревнования по футболу. В это же время с беговой дорожки выехали в свой первый городской велопробег любители двухколесного транспорта. Молодые, но уже более серьезные спортсмены в этот день сражались на татаме. Соревнования по дзюдо в честь Дня города в Серпхове проводятся традиционно. Фестиваль посвящен нашему земляку Роману Катасонову. Ежегодно в этих соревнованиях принимают участие сотни спортсменов из разных регионов нашей страны. В этот раз география участников расширилась еще больше. Впервые показать свои силы приехали ребята и девушки из Белоруссии. Мы готовились к этим соревнованиям, развиваемся. Тренера готовились специально для этих соревнований, ну как бы чтобы опыт получить в дальнейшем, чтобы пробегаться. Первый чемпионат по мото-маневрированию, пожалуй, самое экстремальное событие этого Дня города. Поучаствовать в нем может каждый, даже я. Самое главное не свалиться с мотоцикла и показать самое лучшее время на дистанции. С ревом моторов на площадь Владимира Храброго пригазовали чоперы, эндуры, скутеры и спортбайки со всего Подмосковья. Мотоциклисты в косухах и разукрашенных шлемах, кто-то даже с суровым игрушечным пазажиром на заднем сидении. Чтобы увезти с собой кубок байк-клуба, ветеранс МС предстоит выкручивать руль по полной. В заданиях змейки, восьмерки и затяжные повороты. Главная идея пропаганда здорового образа жизни, ну как бы без аварийного движения на дороге. Ну и вспомните, когда раньше на права сдавали, вот это вождение начальное. Сегодня мы отмечаем день города, 676 годовщину со дня образования. Отрадно, что это мероприятие проходит на площади Владимира Храброго. Природа нам послала хороший день, это будет хорошим подспорьем в соревнованиях, придаст настроение всем. Я хочу от всей души пожелать всем успехов. В этот день развлекательная программа до позднего вечера шла сразу в нескольких точках города, но самая интересная и зрелищная часть праздника развернулась в воскресенье. Завершение празднования дня города в этом году прошло в центре на площади Ленина. Несмотря на дождик, яблоку негде было упасть. Два огромных экрана транслировали концерт. В эстрадных номерах блистали серпуховские звезды. Ну а гвоздем программы стало выступление певицы Славы. Любимые шлягеры площадь подпевала хором. Расскажи мне, мама, что я сделала не так. Расскажи мне, мама, почему я не новая. Я любила, мама, а прости, не знаю как. Но ответили, ты же сама любила когда-то. Осталась память, память о которой больше нет конца. Малочки, вам всем низкий поклон. В праздничную программу вошли и детские развлечения, аттракционы, игры, забавные игрушки. Праздник оценили все, и взрослые, и дети. Отлично, весело. Надо День города отмечать? Да, каждый раз, крупный. А почему надо? Ну это весело, потому что День рождения города. Я обожаю праздник День города. Мне такая гордость переполняет. День города нужен нам по-любому. Очень хорошо, даже погода не мешает. Мне хорошо, дети рады, мы тоже. Конечно, почаще там собирались, конечно, очень хорошо, потому что мы здесь встречаемся. Мы очень рады. А тебе понравилось? Да, очень. Мне вот музыка весела, все так. Шариков много. Я давно не была на День города, а сегодня попало прекрасно, все хорошо. Все вот просто вот. Замечательно. Главное, чтобы дождя не было больше. А в целом я города? Нужно праздничать? Городу? Нужно, конечно. Счителям, конечно. Естественно, нужно. Почему? Потому что мало маленького у нас позитива-то. Надо побольше веселья. Все эти нагрузки надо убирать весельем. Как по заказу, дождь закончился. И последним штрихом празднования Дня города стал традиционный салют, красочный и сказочно красивый. 15 минут в небе звучали мирные канонады, даря городу и горожанам фантастические праздничные букеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова